Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире программы Город ТЭС. Сегодня у нас особый эфир, особо торжественный, потому что буквально на днях состоится юбилейная 20-я церемония знаменитой Самарской театральной музы. Вот как это все происходило и как будет происходить на этот раз, мы поговорим сегодня с нашим уважаемым гостем, представителем Союза театральных деятелей России, Владимир Гальченко. Здравствуйте. Здравствуй, Володя. Ты замотанный, я замотанный. Ты откуда-то сейчас из Москвы только что прийти? Это очень приятная замотанность, потому что только что в Москве мы запустили нашу «Золотую маску». Это наш главный российский конкурс, национальная премия. А у нас в Самарском регионе уже в 20-й раз, как ты сказал, стартует наш творческий конкурс, в котором принимает участие театры всей области «Самарская театральная муза». Вообще, когда говорят, зачем учреждать конкурсы, это всегда же так как-то волнительно. Кто-то будет лучше, кто-то в этом году будет не лучше, почему-то, по мнению жюри. Как это обойти? На самом деле это очень хорошо, потому что какой-то момент адреналина, когда наши жюри ездят по всем театрам Самарской области, что-то смотрят, зрители интересуются, совпадут их мнения по поводу того или другого спектакля, того или другого артиста в этом году с мнением профессионального жюри. И это дает свой положительный эффект, потому что всегда те, которые победили, говорят, конкурс впервые прошел честно. Те, которые почему-то в этом году оказались не в победителях. Они бурчат. Они говорят, боже, я никогда больше не приду, и вот начинается. Тем не менее, на следующий раз все равно приходит. Конечно, конечно. Володь, ну вот поскольку это такая праздничная церемония и тем более юбилейная в этом году будет, какая-то будет изюминка? Ну, может быть, конечно, вы сейчас скрываете, несколько дней еще осталось немножко так поинтриговать, да? Что, чего ожидать зрителям? Не поверишь. Жюри будет заседать 29 числа. Накануне? Да. Вот. И будут как папу выбирать, пока белый пар не пойдет. Потому что мы ничего не знаем. Этот конкурс проводится совместно с Министерством культуры Самарской области. Мы с Ольгой Васильевной подписываем чистые бланки. Ставим печати. И вот что они там родили, мы узнаем только на самой церемонии. Это действительно так. Поэтому это всегда изюминка. Ну, естественно, мы никогда не проводим эту церемонию как просто награждение. Это же театральный праздник. Естественно, в театрализованной форме, конечно, есть сценарий. Конечно, писал его наш режиссер Александр Мальцев из театра Самарт. Наша творческая группа уже там чего-то работают над этим сценарием. То есть, планируется... А, ну, сейчас все расскажу, это будет не хорошо. В общем, будет действо. Вот я показываю, во-первых, у меня уже, конечно, есть пригласительный билет. Понятно же. И вот то, что это будет юбилейное, вы можете посмотреть здесь. Вот я сейчас разворот, сейчас сделаю крупный план. Самарская театральная муза. Юбилейное. Вот вы это видите написано. Ну, это чудесный, конечно, чудесный праздник. Я уже в предвкушении... И по положению нашего конкурса «Самарская театральная муза» каждый театр Самарской области, а их у нас 14, может выдвинуть два названия. То есть, два спектакля, выпущенные в прошедшем 2014 году, которые мы, в общем-то, и оцениваем. Подводим итоги которого. Да. Не больше двух. Меньше можно. Бывали такие случаи, что какой-то театр говорит, мы этот год пропустим, у нас, на наш взгляд, не было достижений. Лучше, как говорят... А у них не накапливается в этот год ничего, а на следующий год, может, не два, а три спектак, нет? Нет, только два. Накопительного нет, в принципе. Накопительного нет. Жалко. Это же не Сбербанк. Нет, это нет. Понятно. Значит, какой-то театр считает, и такие театры были, что в этом году мы будем болеть за коллег из других театров. У нас в этом году сезон сложился таким-то образом, что нет ничего. Кто-то говорит, один спектакль есть. Ну, в общем-то, не больше двух. Вот это условие. И уже по номинациям растаскивает жюри, которая посмотрела. И вот какой артист претендует на лучшую мужскую, какая актриса на лучшую женскую, растаскивает по номинациям, потом голосование идет тайное. Ну да. Ну вот мы сейчас один эпизод поставим, спектакль, из спектакля, который выдвинул, номинируется Самарский академический театр драмы имени Горького. Твой родной театр. Да. Это моноспектакль «Пришли те, кто пришли». Олег Белов, твой и мой друг, заслуженный артист России, чудесный человек и актер. И уже народный артист Самарской области. И уже народный артист Самарской области. И так вот эпизод из спектакля «Пришли те, кто пришли». Номинант на Самарскую театральную музу. Я попытался взять весла. Я протянул к ним руки, но ничего не получилось. Я видел. Я видел рукояти гребей. Но руки мои протекали сквозь дерево гребей. Оно, это древо, протекало сквозь мои пальцы, как вода, как песок, как воздух. И от меня ничего не осталось. Нет, нет, неверно. Осталось. Осталось. Осталось желание меня прежнего. И пусть я не сумел вспомнить, кем я жил до исчезновения. Но я понял, что жизнь моя тогда, до, была гораздо лучше, полнее. И мне захотелось снова стать тем самым неизвестным, забытым каким-то. А потом я посмотрел вокруг и увидел, какие замечательные, красивые вертлы растут на том и на этом берегу. И я сказал себе, ты несчастный и залгавшийся трус. Ты испугался, что исчез и решил обмануть тебя. Ты придумываешь какие-то нелепости. Ты уже, наконец, должен стать честным, как Павел, он же Савва. То, что произошло с тобой, никакой не сон, понял? Ты на самом деле исчез. И если хочешь убедиться в этом, повернись, посмотри в лодку, и ты увидишь, что и в лодке тебя тоже нет. Итак, фрагмент спектакля «Пришли те, кто пришли». Олег Белов, блистательно вернувшийся на сцену, наконец-то, да, после болезни тяжелейшей. А вот кто будет решать? А судьи кто вопрошают порой, да, из зала? Кто судьи? Мы решением нашего правления, Самарского отделения Союза театральных деятелей, ежегодно назначаем всеобщим голосованием вот этих членов жюри. Вот Олег Белов два года подряд у нас был членом жюри. В этом году мы сказали, дорогой. Отдохни. Ротация должна быть. Но единственное условие, что это всегда люди известные, люди, доказавшие профессионально свое право оценивать коллег на таком серьезном процессе. Это всегда из театральной среды? Это всегда актеры, режиссеры, да? Да, это актеры, режиссеры. И всегда одно место в жюри у нас театроведом или критиком. В этом году это Татьяна Валентиновна Журчева, кандидат наук, театральный критик. А в основном артисты, все артисты титулованы со званием из разных театров. И Самары, и Тольятти. Сколько членов жюри? Семь человек. Всегда. Это было всегда, да? Это было всегда, так? И вот на этом заседании, которое будет 29-го, где будут подводиться итоги, они между собой выберут председателя жюри в случае спорной ситуации, который будет иметь два голоса. Ясно. А вопрос такой, потому что... И артисты Тольятти в жюри есть, и артисты Сызрани. Ты меня опередил. Ты чувствуешь меня. Из Тольятти у нас в этом году заслуженная артистка России, вернее, из Сызрани заслуженная артистка России Татьяна Дымова, из Тольятти, да, тоже заслуженная артистка Надежда Никулина из театра «Пилигрим». То есть и область, поскольку область принимает участие... Чтобы не получилось, что кто-то обидит Сызон, а только Самара рулит, да? И в Самаре из разных театров, из драматического театра в этом году заслуженный артист России Иван Морозов. От Самарта заслуженный артист России теперь уже народный артист Самарской области Юрий Долгих и так далее. Ну, в общем, представительный, очень все представительное. Да, музыкальный жанр Андрея Антунов, Марина Дворянчикова. Ну, здорово. То есть вот такая история. Ну, вот упомянули о городах огромной и красивой Самарской губернии. Сейчас будут фрагменты спектакля театра из Тольятти, Тольяттиского театра, знаменитого «Тюз Дилиджанс». И вещь такая очень известная, очень известная. Гальдони, но тем не менее интересно посмотреть, как они это решили. Они решили довольно забавно. Мне очень интересно, что ты сказал слово «знаменитый», да? Это, в общем-то, молодой театр. И уже они в Тольятти, они потрясающе знаменитые в Тольятти. Это суперзвезды там. И не только в Тольятти. Со столетием Самарского отделения Союза мы выезжали всей областью в Москву и в том числе спектакль по кавке. «Дилиджанс». Да, «Дилиджанс». Замечательные отзывы. И мы так рады, что этот молодой наш театр, так органично влился, да? Недавно получивший муниципальный статус, так хорошо стартует. Ну, вот посмотрим фрагменты «Слуга двух господ» по Гальдони. Смотрим. Он, ссылаясь на обещания, данные ему отцом, моей невесты, намеревается отбить ее у меня. Не бойтесь, друг. Федерико Расфон и не можем украсить ваши невесты. Он умер. Ну да, все мы обожали, будто он умер, но он, на мое горе и отчаяние, явился сегодня в Венецию, живой и в добром здравии. Сеньор, вы меня ошеломили. Я и сам был ошеломлен не меньше вашего. Федерико Расфон и Ред, уверяю вас. Федерико Расфон и жив, уверяю вас. Вы ошибаетесь. Федерико Расфон и Расфон и Расфон и Расфон и Расфон и Расфон. Федерико Расфон и Расфон и Расфон и Расфон. Федерико Расфон и Расфон и Расфон. Федерико Расфон и Расфон и Расфон. Федерико 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 Расфон и Расфон. Так, фрагмент спектакля Театра южного зрителя «Дилижанс» из Тольятти Вот так вот хорошо их принимают Там, на площадке, на родной Я думаю, что у них есть шанс У них есть шанс у этого театра У всех есть шанс У всех есть шанс Я всегда так радуюсь, когда отмечают Смотри, вот передо мной Положение в профессиональном губернском конкурсе Самарская театральная муза 2014 Этому конкурсу уже 20 лет В этом году юбилейный Я еще раз напомню телезрителям Значит, менялось ли что-либо За эти 20 лет Вот это в основном полагающем документе В положении Нет, кардинально ничего не менялось Были какие-то уточнения Например, то, что театры выдвигают спектакли А не персонали Это изменилось несколько лет назад По просьбе тех же театров Потому что Иначе тогда театру надо было пальцем показывать Кого из артистов они больше любят А у нас среда очень такая Трогательная, нежная Он нежная Ну вот из нежной среды Такой на прошлом конкурсе Мне несколько раз задавали вопрос Что-то мне, а не тебе Да А вот как же у нас номинируется Лучшая работа Лучшая работа музыкального театра А у нас всего один музыкальный театр По большому счету С кем им конкурировать? Они конкурируют В общем-то действительно Сами с собой Поскольку он единственный Если выдвигаются два балета То вот они конкурируют И в основном Во всех номинациях Это актерский конкурс Все-таки, да? Да, у нас режиссеров нет В этих номинациях Но у жюри есть право Ввести спецприз жюри И отметить какого-то режиссера Если он таковый возник Вот Но на сегодняшний день В основном режиссеры Это приглашенные Неработающие у нас здесь За редким исключением Да? Поэтому если такой режиссер возникает По мнению жюри То есть возможность Тихо отметить Но в принципе Все номинации актерские Вот Значит и в музыкальном театре Это тоже Тогда артист конкурирует Со своим коллегой Ну сейчас фрагмент спектакля Собственно режиссерского театра Да Театра Дробышева Самарская площадь Поэтому там вот Никаких приглашенных Один Я помню Недавний был случай Один раз приглашали они Может быть когда-то еще было Но так в основном Евгений Наш общий друг с тобой Вот давай посмотрим Фрагмент Это очень Такой непростой работы Танец Дели Непростое произведение Но они его По-своему Оригинально Трактовали И сделали довольно недурно Фрагмент Посмотрим Это ничуть не будет Восприниматься Как давление на жюри Мы смотрим Да, мы смотрим Поскольку обстоятельства Мои жизни резко изменились То есть все происходящее в ней Готова претерпеть изменения Поскольку я умираю Так Умираю Принимаю Принимаю Девятого Андрея Счастливой любовь двух несчастных Не челкайся За упокой Поехали Надеюсь, что бедная семья Жена Дети Его додал догревать В конце концов В их семье Ничего страшного не произошло Как говорится Уход отца Из семьи Это не смерть матери Девятого Скажи Пусть приходит ко мне сюда Завтра Завтра же Я буду ждать его Я буду пытаться с ним дружить Эрка, дружить осталось немного Сегодня больше месяца Давай Ура Я люблю тебя, дочка Я принимаю тебя такой, какая ты ерит С своим танцем Счастливой несчастьем С твоей несчастной любовью Двух несчастливых Девочки 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 Я умираю без страха И с третьим сердцем Я буду счастлива Мои страдания заканчиваются ли? Нет, ну перестань Все Все Вы счастливы, мои несчастные коти Я буду счастливы, мои несчастные коты Я буду счастливы, мои несчастные коты Я вот смотрю список спектаклей номинированных 24 спектакля 24 спектакля Это, по-моему, больше, чем в предыдущие годы Не помнишь точнее цифры? Я не помню Но всегда много 14 театров Ну да, да Просто некоторые Действительно подавляющее количество спектаклей Театров выдвинуло по два спектакля И что приятно Допустим, уже вот Элемент конкуренции Да, налицо Театр кукол Из Тольятти Да Пилигрим Из Самары Самарский театр кукол Так, потом Вот, конечно, преобладают драматические театры, да? Тюз А их, кстати, везде больше Мы вот сейчас По поводу Золотой маски Когда На секретариате в Москве Решали То Естественно, пришли к тому Что драматический театр Он, конечно, лидирует вообще в России Их просто больше Это точно есть Просто арифметически Да Это точно есть в каждом городе И то не один Да, а оперный театр Не в каждом еще и городе Не каждый город Можешь себе позволить Иметь оперный театр А как считаешь Вот ты Глава Наш гуру СТДшный Теперь ты и мой начальник Поления СТД Я член Союза театральных деятелей Кто не знал Как ты считаешь Вот Самаре не помешал бы Допустим, театр оперетты Город очень музыкальный у нас, да? Когда-то был Когда-то был ведь, да Был, да Жанр очень светлый Очень такой яркий Который нужно Людям нужен праздник Не может быть праздник Только на одной площадке Или на двух На четырнадцать На шоперный театр И Сильву Кальмана ставит И Летучая мышь Ну тоже Но это в ряду других работ Заполняет эту историю Вообще, знаешь, сейчас Вот ты в Москве По поводу Золотой маски Говорили о том Что Оперета-мюзикл Теперь даже на Золотой маске Так звучит Да, вот так, да Потому что жанр Как оперета Он остался в классическом Варианте Это Кальман Штраус Да Когда Кто написал Последнюю оперету Сейчас скажи мне Ты не скажешь А мюзиклы Рождаются То есть немножечко Похожий жанр Но не оперета Мюзикл Вообще такая эпоха мюзиклов Эпоха мюзиклов пошла И вот сейчас Волнуются все Как бы сохранить оперету Как жанр Как бы он не ушел В музейную историю Вместе с Кальманом С Легаром Ну да С этими классиками Да, да, да Поэтому Даже театры опереты Сейчас ставят мюзиклы Вот знаменитый мюзикл Граф Орлов Московская оперета Ведь сделала Да Хотя наряду с этим Идут и Именно опереты Пока же не пишут опереты Как-то переквалифицировались Переключились, конечно Переключились Ну покуда у нас пока нет Театра опереты Смотрим фрагменты спектакля Знаменитого Действительно Это уже многолетний стаж У этого театра Театр Колесо имени Глеба Дроздова Из Тольятти И фрагмент из их Ярко очень спектакля Который уже наделал Много такого Масс-медийного шума Визит дамы по дюремату Где блистает Ну Что уж говорить Прима этого театра Безусловно Прима этого театра Ольга Самарцева Ольга Самарцева Да Она была здесь у меня В эфире Где-то год примерно назад Ну и блистала в эфире Так же Смотрим Фрагменты спектакля Театра Колесо Город Калец Расскажи Какой я была Когда мне было семнадцать И ты любил меня? Я помню Я помню Я тебя как-то раз искал А ты спряталась В Петрову сарае В пролет А потом вышла ко мне Навстречу На тебе была Только белая рубашка Одна белая рубашка Голос Блин Рыжий Мартусаловый Страх Я помню 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 тебя Сильного смелого Ты подрался с железнодорожником Который ко мне приставал А я вытирала кровь С твоего лица Моей красной жизни Ты предал меня за литр водки А я покупаю твою жизнь За миллиард Как все подорожало Спасибо тебе За цветы За венки Они очень украшают Мой гроб В золотом апостоле Сегодня собрание общины И они вынесут Мне смертный приговар Не знаю кто и когда Это сделает Но ясно одно Это конец Моей дурацкой жизни Я отвезу гроб С твоим телом На капле Я приказала Выстроить мавзолей В моем парке Под кипарисами Там открывается Прекрасный вид На Средиземное море Средиземное море Я никогда не был На Средиземное море Я его видел только на карте Оно такое Синий-синий Красиво Там ты и будешь лежать Мертвый под мертвым камер Твоя любовь умерла Давным-давно А моя не может умереть Но и жить она Больше не может Она превратилась В чудовище Как сама я Как эти поганки И мухоморы Которые уродуют лес Твоя жизнь Принадлежит мне Скоро ты будешь жить Только в моей памяти Мертвый возлюбленный Бесплотная тень Прошлого В мрачных развадах Прощай, Эльфред Прощай, Калава Давай пару слов О Тольяттинских театрах Они все ярче и ярче Звучат на нашем На нашем полотне На нашей карте Ну это естественно Потому что Ну Тольятти Это очень большой город Там под миллион населения Он Самарской области Он не областной центр Но это же крупный город Там четыре театра уже Там и Колесо И молодежный театр И вот театр Дилижанса Который мы говорили Театр Пилигрим Пилигрим, да Кукольный Это самый старший театр Тольятти Ему 40 лет Не смотря на то Что для маленьких Для маленьких Но самый старший То есть Наш автоград Это Теперь можно сказать Имеет свою театральную историю Слава Богу Город огромный Очень приятно Да Вообще миллионник уже Да И что там В четырех театрах Естественно Периодически И очень часто Появляются действительно Достойные спектакли Которые с удовольствием Принимают участие В наших Двух домашних фестивалях И в нашем Всероссийском фестивале Открою мне секрет Вот сейчас ты прибыл Из Москвы С коллеги Это был коллеги Секретариат Секретариат Да Я секретарь Есть момент личного общения Конечно Я ему не только О Самарской театральной музе Рассказываю О каких-то других Наших радостях И я всегда ему говорю Сан Саныч Здесь надо порадоваться Здесь не надо никому Помогать Благополучное отделение Благополучный регион Все у нас хорошо Давайте учиться радоваться Потому что Когда с ним Начинает разговаривать Он начинает волноваться Что надо кому-то Что-то помочь Потому что Этот союз В общем-то И организован Для помощи Театральному сообществу Ну Сейчас мы выходим На эпизод Из Спектакля Варвары Постановки Валерия Гришко Из твоего Так сказать Родного театра Как ты увидишь Из фрагмента Да Вот давай посмотрим И там немножко у нас Времени останется Чтобы закруглиться Смотрим Боже мой Не может быть Лидия Павловна Это вы Дядя Серж Вы здесь На огненной земле Среди дикарей Почему Я приехала к тетке Рада видеть вас А вы как всегда Ну это мой рог Первая встреча На этой огненной земле Акцизный надзиратель Дама ваша жена Моя Дорогая У меня никогда не было И не будет собственности А как ваш Почтенный супруг Ай не знаю Право это интересует Меня меньше всего Как Что я должен понять Браво Браво Вы разошлись Я правда Разво А мы подождем А давайте не будем Об этом так громко А вы знакомы С моим товарищем? Жорж Жорж Пойди сюда Обратите внимание Этот мужчина Интенсивно рыжий И очень дерзкий Жорж Ты помнишь Я тебе часто И много рассказывал Об одной женщине Знакомься Это Идея Да помню Действительно Он часто говорил о вас Но я не думал Что встречу вас Когда-нибудь Тем более В этой области Мертвого уныния Мне нравится город Итак Все узнали Моего сегодняшнего гостя В эпизоде Из варваров Ну вообще Очень приятно Что вернулся Горький На самарскую сцену Театрную сцену Я могу сказать Что было очень приятно Даже работать С этим текстом И Как у всех Хороших авторов Работа над спектаклем Еще не закончена У нас совсем мало времени Я тебе хочу подарить Свежие работы Журнал Самары губернии Леди клуб Где в том числе В Леди клуб И ты сподобился Ну почитаешь Пожалуйста Передаю тебе Спасибо Я напоминаю Что сегодняшний наш эфир Был с представителем Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Гатченко По поводу Юбилейной Самарской театральной музыки Которая состоится 30-го Я напоминаю 30-го марта В 19.00 Доме актера конечно Ну вот кто приглашен Все Всех просим в гости Так спасибо тебе Володя За это За все вообще Всем спасибо за внимание До встречи в эфир Редактор субтитров А.Семкин